Итак, всем привет, с вами Добгейм, и мы продолжаем играть за Италию в Ваниле Херсферн 4. Вообще, на самом деле, у нас подкое государство, но мы уже реформировались и стали Италианской империей. В один момент станем Римской империей. В прошлой серии мы покончили с очень плотными блоками, разобрались со всеми целями в Европе практически, кроме буквально мелких. И нам осталось два блока, это Азия и, собственно говоря, Америка. И я как раз придумал, как с ними можно попробовать разобраться, но здесь еще какие-то силы в Канаде, а канадцы здесь без топлива пытаются пробраться. Поэтому я тут заказал уже постройку каких-то линий снабжения. И сейчас попробуем перебросить сюда хотя бы одну армию, например, вот эту гранд-стрелковую, потому что здесь где-то потом будут горы в один момент. И, ну, они чуть-чуть получше себя там покажут. Как бы там попробовать прорваться, параллельно строим на Камчатке в порт и сюда снабжение попробуем с Камчаткой высадить в Японию. Если получится хотя бы то или то, уже будет неплохо. Если нет, то придется думать что-то еще. Поехали. И вот наши первые войска. Пойдут в Канаду и у них даже хватает здесь перепасов. Ну, очевидно, я здесь построил чуть-чуть снабжение, но еще не достроил его. Но я уже рад. В принципе, мы сможем более-менее позволить себе наступление. Хотя сейчас союзники могут подвезти и морская база закончится. Так что нужно построить, пожалуй, еще одну вот сюда сразу же. И, в принципе, нормально. Кроме того, я тут немножко модернизирую нашу гранд-стрелковую дивизию. Самое главное, добавляем средние огневетно-танковые роты. Теперь они должны быть просто безумными. Пускай чуть-чуть восполнится. И нападем уже дальше в Канаду. Но самое главное, что еще добавляем ротобеспечение. Хотя сейчас, в принципе, я их подобавлял практически во все дивизии. Что, возможно, кроме танковых и танковые тоже стоит, на самом деле, добавить. В принципе, я посчитал, что у нас русила здесь достаточная. Можно попробовать потихоньку начать наступление. Плюс попробую я еще сделать вот сюда высадку. Посмотрим, что из этого получится. Ну, а здесь пока все на стопе. Кстати, говорят, Данию мы тут смогли... Точнее, не смогли, а сделали КБ. Так что, пора я тоже подзахватить. Так, Дания, конечно же, капитулировала. А мы смогли получить морское превосходство, привезя сюда наш основной флот. Он, как ни крути, очень большой, хоть и старенький. И он дает нам преимущество, достаточно для отправки нашей армии. Теперь можно все эти подлодки отправить на потопление всех конвоев союзников. Наступление в Канаде, в принципе, идет неплохо. Единственное, конечно, со снабжением по-технику начинаются проблемы, чем дальше мы заходим. Но я все пытаюсь достраивать какие-то параллельные линии снабжения. Выходит средненько, но лучше, чем никак. Мы, конечно, какие-то порты строить здесь, чтобы сюда поддерживало все, что можно, чтобы это улучшить. Но если мы высадимся здесь, то станет, конечно, намного попроще. Но я думаю, должны справиться. И пока я вообще не вижу здесь войск США. Ага, увидел. Ну, мы сразу же пробуем пробиться. Здесь сейчас еще здесь мы до высадимся. И станет все намного получше. Раза до аэродрома. Бостон, я думаю, мы возьмем без проблем. Да, отлично. Все. Теперь можно сюда отправлять всю армию. Потом, когда сделаем побольше фронт, можно будет танковую достать сюда. Она сейчас справится тут с Люксембургом, последним оплотом не наших стран. Здесь еще, конечно, острова есть, но они здесь уже бесполезные, они закрыты. И да, мы сейчас все будем заслать в Америку. На севере тоже с застройкой новых железных дорог. В принципе, наступление периодически возобновляется. Ну, там, здесь нету, конечно, похуже все, но... Так, более-менее идем вперед. Какие говорят, встретились с флотом США. Не только... И несмотря на то, что наш флот огромен, урона он наносит мало, но преимущество все равно на нашей стороне. У них тоже устаревший флот, и он просто меньше. Но, а на земле, так у нас вообще все прекрасно. Сейчас вот... Люксембург готов. Ухватываем мой Люксембург, только как обычно надо еще вот так сделать. И отправляемся танками в США. Танки супер зарешают. Потому что... Их пока вообще негде реализовать. Ну, то есть, пока что они просто вкассают в Европе, потому что здесь ими точно не повоюешь. Здесь ими не повоюешь. Как бы оставалось только здесь вот повоевать. Кстати говоря, это Канада капнула. Прекрасно, все. Мы теперь направляемся просто напрямую в США. Прямо в ее центр. Подправим только здесь немножко все фронты. И начнем полномасштабное наступление. Вот итальянские войска почти что входят в Вашингтон. Но я думаю, да, сейчас с некоторых боев войдут. И вот во что наш. Есть какой-то ивент? Ивента нету, грустно. И вот потихоньку уже США приближается к капитуляции. И вместе с ней весь альянс, потому что других великих держав в этом Альянсе нету. И слава богу. После этого останется только справиться с азиатским блоком. Ну а потом, конечно, с Великобританией. Ну, я считаю, что это будет просто, потому что у меня национальная провинция только вот здесь вот, слава богу. Хватит просто парочек высадок с двух сторон. Может даже не задумываться о том, что у нее там какие-то где-то еще территории есть. А вот оно. Давайте сделаем какой-то мир. Я сделаю это за экраном, потому что это очень долго будет. Так, вот так вот сейчас выглядит мир. Ничего особого. Позабирал я острова все в Америке, в Тихом океане. Сделал здесь себе небольшую базу от Канады. Почти все, что мог, заморянитил. То есть там США, Мексику, вот этот весь. Заброд стран Южной Америки. И, собственно говоря, здесь тоже. Поморянитил раз, два. Позабирал они в фабрике. В принципе, мне пока достаточно. Мне было дальше лень просто кликать. Мне, в принципе, больше не нужно уже. И, наконец-таки, остается у нас только Китай. И мы уже подготовили практически у него вторжение. Так что будем сейчас эквидировать еще один блок. Но еще самое главное, мы взяли весь американский флот. Это, в принципе, тоже полезно. А еще моя Панама решила взять и взорвать панамский канал. Почему нет? Теперь надо срать в нее ленд-лизом, аннексировать и восстанавливать. И флот на месте, а значит, что мы начинаем попытку высадиться. Причем, из-за того, что у нас уже большой тех, все 30 могут одновременно высаживаться. Я думаю, тоже проблем не должно возникнуть. Япония пойдет достаточно быстро. Тут вообще одна дивизия без генерала. Я подозреваю, что там что-то типа 20 каких-нибудь армий. И, не знаю, не 20-30. И там просто нету генералов столько. Ну, Япония пойдет, в принципе, достаточно быстро, я полагаю. Здесь уже есть авиация. Очень неплохая армия. После этого мы будем высаживаться в Китае. Сразу в несколько точек, я думаю. И будем заставлять капитулировать уже его. Нужно капитулировать и его, и коммунистический Китай. Но с коммунистическим будет попроще. Только здесь капитулируют все. Мы, в принципе, успеем добежать до сюда. Постараемся, наверное, сразу, не знаю, точки 3-4 ударить. И вот Япония капитулировала. Сейчас подобиваем оставшиеся войска, которые сопротивляются. И отправимся в Китай. Встречаем мы, кстати, флот Японии, оставшийся. Вообще, мы, в принципе, тут много какой флот встречаем. Ну, и вот топим. Конечно, мы очень много флота по мирным договорам наворовали. И вот ТВСК все на позиции. Танки здесь тоже ожидают приказов. Морские выездки все готовы. Лот на позициях. Авиация здесь уже реактивная. Тоже на месте. Пока ограниченным. Ограничным количеством будем помогать. Но попозже, хотя можно сразу добавить... Ну, вот просто у нас реактивных пока еще не так много, которые доставали бы. Ну, потом здесь ави-базы. Хватим, перехватим. Я думаю, все будет очень неплохо. И флот переключаем в поддержку морского вторжения. И делим побольше, чтобы... Они непосредственно помогали. И не давали... Не даем им ремонтироваться. Пускай и идут помогать. Ну, да. Где-то вот здесь вот я вижу 44%. Ну, это относительно. У нас, на самом деле, все еще статы больше. Так, в среднем. Везде мы супер высаживаемся. Без проблем. Так что сейчас начнется жесткое наступление в Китае. Вот так вот это примерно сейчас выглядит. Не думаю я, что сюда стоит закидывать еще танки. Потому что где-то снабжения не хватает. Танки здесь будут себя показать очень плохо. И только мешать пехоте. И отнимая очень много снабжения. Хотя вот здесь вот уже образовалась очень неплохая... Очень неплохая линия снабжения. Здесь портов уже много. Здесь сейчас будут равнины. Здесь вот можно как-то вот так их забросить. И потом они просто пускай... Сами будут куда-то атаковать под агрессивным планом. Ну, конечно, Китай не может справиться у нас. И технологий намного больше. И количество в безумное количество раз больше. Поэтому Китай мы просто снесем. Наш на самом деле соперник теперь Британия. Остается только победить именно их. Правно, что мы освобождаем какую-то имперскую Квантунскую область. А не захватываем территорию. Оказывается, она была с нами в Альянте. Ничего себе. Я еще обнаружил, что здесь отдельно Австралия и Голландская Ост-Индия отделилась. Так что надо будет еще Австралией заняться. Но это мелочь. Вот наша выездка по Австралию приехала. Собственно говоря, никаких особых проблем, я думаю, здесь не будет. Так же. Я даже флотом помогаю. В принципе, да. И можно теперь пробовать просто закрашивать всю Австралию. Здесь, конечно, это какое-то время займет. По той простой причине, что территория здесь очень большая. Снабжения нет. Я тем временем капитулировал. Остался лишь коммунистический Китай. Но мы постараемся побыстрее его захватить. А вот эти армии можно уже перебрасывать на запад. Перебрасывать для вторжения в Британию. Собственно говоря. Вот и капитализация коммунистического Китая. И теперь мы начинаем делить вот этот огромнейший блок. Ну, хотя прошлый был, конечно, больше. Но я включусь после мира. Так, дал я тут китайцам захватить здесь Китай. Потому что там можно было какие-то вырвать мелкие кусочки. Но это было бы очень ужасно в плане границ. Поэтому пускай будет какой-то более-менее красивый Китай. Тем более все равно он в нашей фракции. Осталось добить здесь Австралию. И что это тут? Нидерланды. А, это в Синдии, окей. Вот это вот добить. Закончится эта война. И после этого можно будет разобираться с Британией. Моряне такие небольшие. Я не думаю, что кто-то из них будет великодержавой. Так что я думаю, одной выски вот сюда хватит. Вот и капитализация Австралии. Ну, тут все просто. Моряне этим вот это вот. Вот это опускаю, что будет единая страна. Не будем ее тоже разбивать. Потому что и так боты разбивают границы. Создает что-то ужасное. Мы постараемся плюс-минус держать все красиво. Ну и все. У нас остается Британия. Мы идем. Так, мы высключили уже Британию из Альянса. Нам вообще предлагают сразу ее позвать. И она предлагает пакт о ненападении. Но, к сожалению, у нее наши римские провинции. И никаким другим способом, кроме войны, их собрать нельзя. Следовательно, выход только один. Это война. Готовим газу с Белли. Из Альянса, как я уже сказал, мы выкинули их. И наши войска все потихоньку движутся в наши позиции для высадки. Кто-то уже на месте. Ну, как раз, я думаю, газу с Белли все будет готово. Все тоже расположили какие-то войска. Но они на самом деле не сильно важны. Главное, чтобы наши территории просто не позахватывали. А так, самое главное, просто высадиться и по-быстрому закатать. Британия там сделала новый альянс. Братство континента Европы. Видят, там какие-то фокусы были заблочены альянсом. Непонятно какие, но не сильно важно. Новых стран туда не вступило. А их мы через 20 дней атакуем. Итак, все войска на позициях. Так что можно начинать. Только сначала флота. Очевидно сделать Присосходство. И теперь точно начинать можно. В принципе, особо боев я не ожидаю. Ну да. В Британии все-таки наземные силы крайне маленькие. Давайте посмотрим, что будет с высадкой. На самом деле, авиасилы у них неплохие должны быть. А, или это... Или это наши. Откуда вы действуете, господи. Что вы там забыли? Ну вот, высадки. Порты мы спокойно берем. Перебрасываем сюда все наши войска. И... Так, с каждым выездкой. И захватываем Британию. Собственно говоря, против такого вторжения Британия вряд ли что сможет сделать. Да и... Не делает. А вот и падение Лондона. Отлично. Собственно говоря, теперь... Буквально какие-то еще, я думаю, большие города собрать. Да, и Британия капитулирует. Поехали в Глазго. Правильно, мы там взяли Каир. Но это я сделал, чтобы просто порт у нас здесь был. Ну, советский хронл точнее. А так это на самом деле почти смысла не имеет. Ну, 3%, 2%. Вот-вот-вот, и как бы... Все. И вот. Вот-вот наступило. Только у нас есть форскор, так что это все наше. Я думал поделать марионит, потом посмотрел, что их вот столько. Падло. Поэтому просто все съедим. И вот такой вот получился мир. В принципе, просто все съел. Блин, здесь я очень сильно боролся и аннексировал Черногорию. Это было необходимо для как раз-таки нашей Римской империи. Забавно, что Великую Италию мы все еще не можем сформировать. А, но там нужно еще путь, так что ладно. И вот оно. Рома Инвикто. В принципе, здесь решение на реинтеграцию, но вообще нам, в принципе, они уже не нужны. Наша компания уже закончилась. Никаких здесь больше сил не осталось. Почти весь мир. Почти что буквально весь. буквально вот несколько стран не наши. Это все потому, что очень активная была компания. Были войны просто везде. Очень много альянсов. Все с нами воевали. Все приглашали. Всех подряд. Но зато получилось, надеюсь, интересно. Так что с вами был Добогай. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok